Не исключено, что новый министр отправится и в Кемь. Минздрав выявил грубые нарушения обеспечения лекарствами онкобольных, допущенные медиками КИМИ. Работники местной больницы отказались колоть морфин умирающей онкологической больной. Пациентка скончалась, испытывая сильные муки. Сын погибшей потребовал проверить действия медиков. Медики КИМИ не захотели связываться с лишней отчетностью и поэтому не стали колоть наркотическое вещество морфин умирающей пациентки Людмиле Комиссаровой. Ее сын боролся с местными врачами и добивался обезболивающего укола для своей матери. Но медики были непреклонны. Как выяснилось, морфин в КИМИ был, но при этом данный препарат отсутствовал непосредственно в укладках бригад местной скорой помощи. Эти факты удалось выяснить в ходе проверки Минздрава. Кемские врачи кололи онкобольной, другие обезболивающие, однако эти препараты не помогали. Действия врачей фактически усугубили предсмертные муки пациентки. При проведении проверки выявлены грубые нарушения порядков оказания медицинской помощи по профилю онкология, палеотивная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, а также нарушения законодательства в сфере обращения наркотических средств. Главному врачу Кемской ЦРБ объявлен выговор. Детали проверки не разглашаются. В Минздраве ссылаются на врачебную тайну. Известно, что проверяющими были обнаружены факты нежелания врачей выписывать и назначать морфин. Помимо этого обезболивающее отсутствовало у врачей скорых, что является прямым нарушением стандарта оснащения бригад. Как сообщили в Минздраве, медперсонал не хотел отчитываться за использованные ампулы. По результатам проверки главврачу Кемской больницы выдано предписание с требованием об устранении выявленных нарушений.